Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. На Болткоме очень много программ, и вот кроме «Утро на Болткоме» выходит программа «Добро пожаловаться». В ней периодически возникают вопросы мусорной реформы. Вот жалуются часто, бывает, что недовольные жители насчёт того, что поставили мусорные баки под их окнами и разлагается мусор, и очень неприятный запах идёт в квартиру. Кто виноват, что делать, как это сделать. Жалуются на то, что, например, вывоз мусора, проезжают мусорные машины через двор, и там практически портят дорожки, достаточно разбивают асфальт. То есть там как-то тоже всё это не по-людски. Или не могут, наоборот, подъехать, забрать из-за того, что машины поставили на стоянку жителей города, а затем мусор не вывозится. Ну и там масса всевозможных проблем. А ещё мусоропроводы, которые нужно запаять в обязательном порядке. Проблем и вопросов хватает. А тут ещё действительно какая-то реформа. Ряд, прям целый пакет предложений по регулированию этой сферы, по уменьшению отходов в городе в целом, уборке мусора как процессу и так далее. Более того, Рижан призвали оценить эти предложения и голосовать за них. Вот что это за пакет предложений, где можно за них проголосовать, выбрать то, что по душе. Обо всём об этом мы поговорим с Маритой Лусой, депутатом Рижской думы, руководителем рабочей группы по уменьшению отходов и уборке мусора. Марит также является членом движения Zero Waste. Они вообще пропагандируют уменьшение в ноль отходов. Марита с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Да, мы договорились с Маритой. Каждый говорит на своём языке. Всё равно поймём, а всем будет удобно. Итак, расскажите, пожалуйста, что самые основные, главные вот эти предложения по изменению? Что может измениться в ближайшее время? Что предлагается? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. AS. А. А. Продолжение следует... Валерий Курас И готова, что происходит в архитической и сайлочной войне, где гормошки, сейчас, когда вы можете найти в архитях сегодня, что вы можете использовать в архитях и отритом со сайлочкой, в компании, которые вы можете найти в архитах влажного архит. В следующем моменте, которое мы сейчас вдольthing company идем видеть вред своем, это откротство срайфиком . Вижение петь откротству контейнера из-защ entry prêtres мы вред с т LEI компания. которые будут избырить из-защенаса, у них это будет жаловаться. Пятая группа, по которому мы желаем разговаривать введения, это сезональное упражнение из-защенā. Например, это все мастерси, где-то, 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 когда-то, когда-то, из-защенā, из-защенā, где-то, когда-то, у нас ледц, и тогда я веду откритуму с другими местами. Мне есть сава дача, сава вазарница, и я не знаю, что я откритуму сават, и измету вайну слегка, как я гадаю, межа, лаба, как я аизведу, где-то с дaudзивоплим, а я с партой макса. И еще и другие грозы, которые, которые я идиотари въездают Рига Дома Майяслапа, и мы с гаидом, а еще и другие идеи, если есть идеи идеи, или иерозинайми, В общем, это неизбежно. Мы, как правительство, не подтвердим, куда в мае лежат контейнеры. Это мае сапсаймниками, которые избежали эту тему. Марита, спасибо за этот перечень. Два уточняющих момента. Первый. Каким образом и где можно оставить свое мнение по пакету этих предложений? Прозвучала Домашняя страница Рижской думы, то есть Рига.лв. Какой-то специальный раздел там есть? Какой-то иной способ, помимо электронного, есть для этого голосования? Да, специально. Сайты, которые мы приезжаем в Ригу соц. стейклос. Если мы сайты с Ригой, в Фейсбук-профиле, в Твиттер-профиле, то сайты приезжаем, они не могут быть слабыми. Ясно. То есть в электронном виде, в социальной сети и Домашняя страница. Хорошо. И второй уточняющий вопрос. А если, например, окажется, что в результате сбора этих мнений, выясняется, что абсолютная большинство будет против какого-то из предложений. Станет ли это означать, что это предложение не вступит в силу? Ну, раз большинство Рижан против. Ну, тут мы скатим, как многое из-защитовов, и из-защитов, и из-защитов, и из-защитов. Но это означает, что это автоматически будет собраться вверх. Если мы поговорим о том, что если человеку будет много, если у человека будет тысячи, которые говорят, что нет, нам не нравится, то есть, если человеку будет много, то есть, если человеку будет много, если человеку будет много, потому что он не знает, что он будет много. У нас, между тем, есть звонок. Я забыл напомнить. Телефоны 6-7-212-93-9. Здравствуйте, доброе утро. Да, доброе утро. Ну, дали бы, конечно, хотя бы пять минут подискутировать с вашей гостьей, так как немножко в этой теме я завязан. Вот быстренько, Марита, один вопрос к вам, если вы ответите мне, ну, от этого дальше пойдут мои вопросы. Вы работаете на государство или на самоуправление? Кто вам работодатель? В самоуправлении, я знаю, Паш Валдыба, с депутатами. Вы работаете в Паш Валдыбе? Да, да, да. Да, в Паш Валдыбе. Смотрите, Паш Валдыба, у меня есть два самоуправления, которыми в сфере своего бизнеса я сотрудничаю. Значит, как только появились вот эти, что надо закрыть мусорники, некоторые мусорники даже я им там пытался заварить, какие-то делал ремонты по мусоропроводам, Паш Валдыба, два самоуправления, попросили у меня, сколько будет стоить. Прислали, вот просто присылают мне фотографию домика, там, скажем, домик 5 метров на 2 метра, где будут стоять 5 контейнеров, в которые будут там 2 стандартных контейнера и 3 контейнера сортировки. Вот говорят, сколько будет стоить такой проект? Я вообще не могу не дать им какую цену, как вот этот домик будет, сколько им будет стоить. Это зависит от локации, где он будет стоять. Его же нельзя будет там поставить на траве или на асфальте, где он будет мешать. Нет четкого регламента у Паш Валдыбы, куда поставить вот эти домики, чтобы они закрывались. Допустим, как пример, вот я был в Венспелсе на прошлых выходных, и там я уже видел, что стоят два контейнера на улице, которые закрытые, нельзя открыть, они такие как бы полусфера, куда бутылки кидаются, либо там картон, а там главный мусор в мешках, нажимаешь педальку и падает под землю. Понимаете, уже сделано в Венспелсе вот так вот. Ну хорошо, а в чем вопрос? Просто Мария-то успела сказать, что... Да, вот этого домика нет четкого регламента. И еще один вопрос у меня. Вот как регламентировать всем Паш Валдыбам вот этот вот домик построить, какой он, по какому-то определенному проекту. Они хотят на моих там костях вылезти, сделать этот домик, чтобы я какой-то проект им сделал, и от чего? Ну нет ничего. Почему можно... Ну в общем, типовой такой проект. Да, нет ясного технического задания. Понятно. Ну сколько я успел заметить, Мария-то уже упомянула, что, в общем-то, это дело не самоуправление, а конкретного предприятия, которое занимается конкретным домом. Ну может быть, можно действительно сделать... Да, ну они будут отличаться в местном маире, то есть у меня, да. Ну что, в общем-то, Поземеси контейнеры А это pilotный проект, когда может быть реализован и где? И у меня был вопрос, вот все-таки действительно вывоз, если мы говорим про раздельную сортировку мусора, ведь получается, что как раз для людей это значительный бонус, если они могут выбросить бесплатно в эти контейнеры. То есть это может быть как раз, как говорят по-русски, морковкой, то есть не нужно будет платить, это будет бесплатно выбросить картон, бумагу, стекло, чисто пищевые отходы в тот контейнер, за который нужно платить. Я понимаю, что такая будет система. А на сколько могут вырасти тарифы на вывоз мусора? Ну, это я отвечаю с ВИДЕС Министрией, не регулятором, не МОМС. ВИДЕС Министрии. 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 Во-первых, неясно, какие там вот тот же картон, который можно, который не можно. Там из-под яиц вот эти, это уже не картон. И люди сортировали, сортировали, так сказать, все на смарку. Также и люди, знаете, не хотят. Вот пока не будут закрытых контейнеров, все-таки там у каждого дома, будут бросать. Вот там, скажем, чистые бутылки, где там вот пластмасса, кто-то вшел мимо, бросил грязную. Опять все, это бесполезно. Надо, не знаю, каким образом. Вот Апса, мне, вот самый большой, это Рига с нам упорвал, мне, с Риги. Но кажется, что они, собственно, ничего не делают, чтобы действительно хотя бы с каждым домом, вот как-то через эти, сейчас же бедры, да как-то, ну, я тут пыталась, что надо нам установить. Нет, это опять будет, надо площадку. Это деньги надо будет стоить. Это будет деньги стоить. Никто ничего не хочет платить. Прошу, что мы можем бутылки за воду, тоже надо платить вот такое отношение. И можно там говорить, что без конца то, что не будет. Спасибо. Спасибо за высказанную мнение. Мэрита? Мэрит. 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 мусора в столице. Огромное спасибо Майту Милзекспалу, Ясюмс Вейслабу. Нам настало время попрощаться, ну, по крайней мере, закрывать утро на Болткоме, продолжать день на Болткоме. Да, потому что у нас очень много других программ, и действительно впереди программа Подоплека, потом Культурная среда, так что не прощаемся. Всего доброго, хорошего дня. Хорошего дня.